Так, вот это видео я хотел бы начать с оставшей уже сакраментальной фразы, которая начинается практически каждое видео канала Силиконовая Долина, а именно «Здравствуйте, друзья!». Сегодня вас приветствует Саша Мрин, и я записываю это видео для конкурса видео, который проходит на канале Силиконовая Долина. И в этом видео я хотел бы поделиться своей историей того, как этот канал повлиял на мою жизнь, и я уверен, на жизни многих его зрителей. Такое впечатление, что на сегодня здесь программа «Вечерний Ургант». На самом деле, историю, которую я сегодня хочу вам поведать, я уже писал её Михаилу, и после чего мы даже записывали интервью со мной на канале Силиконовая Долина. Но интервью было не об этой истории, и именно поэтому я хотел бы эту историю сегодня рассказать вам. Моя история, она берёт начало ещё с моих университетских лет. Наверное, это было где-то 4-5 лет назад, когда я был на четвёртом курсе, я начал активно участвовать в каких-то международных программах, которые позволяют путешествовать, и начал, в общем-то, контактировать с внешним миром, скажем. Мир, который является той самой заграницей. Интересно было, что я путешествовал вот этими короткими выездами, постоянно во время учёбы, но я никогда не задумывался вообще об эмиграции, никогда не задумывался о людях, которые реально вот там переехали, изменили полностью свою жизнь, и живут уже вообще в другой стране. Кроме того, есть люди, которые там уезжают просто студентами, уезжают нелегально, есть люди, которые уезжают с семьями и так далее. То есть этого я всего не знал. Когда я закончил университет, это было где-то 3 года назад, мне было 23 года, на тот момент, 3 года назад, я вообще не имел никакого, ни малейшего представления о том вообще, что такое YouTube. То есть я знал, что есть YouTube, это видеохостинг, там есть видео и так далее, но я не знал вообще ни как им пользоваться, ни о том, что там есть люди, которые что-то там снимают про заграницу, ни какие-то... не ведут свой какой-то видеоблог. И потом, после университета, так получилось, что я устроился работать в IT-компанию в городе Харькове. Я сам из Украины, из города Харькова. И когда я работал в этой компании, моя работа была связана, естественно, в онлайне, то есть я работал в интернете. Кроме того, моя работа была связана непосредственно с YouTube. И таким образом, как-то я наткнулся на канал Михаила. Дело в том, что я не помню конкретно, как это было и в каком бы контексте, но причем, когда я наткнулся на этот канал, то есть я не осознавал там, что это какой-то канал, что есть какой-то... То есть, что там выходит регулярно видео, что это человек, который ведет какие-то из видео, что он их постоянно ведет и так далее. То есть я даже не разбирался в том, что можно там подписываться, снизить за видео, что это все называется видео-влогинг и так далее. Но потом, со временем, когда я уже... Когда это все стало каким-то уже ежедневным процессом жизни, вот эти видео, я наконец-то разобрался в YouTube, и я понял, что есть вот блогеры, что есть их каналы, что на них можно подписываться. Я нашел немало вот этих блогеров, которые живут в Америке и не только в Америке и так далее. И потом все это привело к тому, что вот этот вот канал, в частности, «Силиконовая Делина», он стал чем-то таким, чем-то неотъемлемым в моем дне. То есть я помню конкретно, что я приходил на работу, и понятно, что я как бы работал и так далее, но тем не менее, как бы оставалось какое-то свободное время на то, чтобы посмотреть видео, которые выходили буквально, и до сих пор они выходят на канале Михаила буквально каждый день. То есть... И просто ты как бы... Я помню, что я начинал буквально свой каждый день с видео Михаила. Что интересно, ты как бы живешь здесь своей жизнью и параллельно живешь той жизнью, да, жизнью вот этого канала. Потому что по идее как бы человек, который снимает это видео, он как бы транслирует свою жизнь в мир. И это было для меня тоже чем-то таким невероятным, потому что Америка, в частности, для меня отсюда казалась какой-то вот буквально недостижимой. А здесь это все было вот буквально в онлайне, да, ты мог почувствовать себя причастным к той жизни, и это давало мне какую-то нереально большую мотивацию. Причем тогда я еще не понимал, к чему именно эта мотивация вела. Причем канал меня привлекал абсолютно всем. То есть начиная от того, что там была какая-то ежедневная жизнь, скажем, бытовую жизнь, и заканчивая тем, что там было очень много интервью реальных людей, причем много людей были из Украины, много людей было, кстати, из Харькова, моих соотечественников. И было очень интересно наблюдать за их ихними историями. И очень было интересно и удивительно видеть фактически таких же людей, чуть ли не той же профессии, того же возраста, которые решились и уехали, эмигрировали, нашли где-то там работу. И это было очень-очень мотивирующе, вот просто мотивирующе. Я не мог объяснить тогда, к чему это конкретно меня мотивировало, но это было вот просто, вот ты получил от этого удовольствие и вдохновение, да, глядя на вот эти интервью. Кроме того, мне очень было интересно также слушать какие-то философские рассуждения Михаила. Мне очень нравилось и нравится по сей день вот эти все эзотерические темы, которые поднимаются на этом канале. И, в общем, вот так вот, именно вот в этом мне нравился этот канал, во всех своих проявлениях. Ну и закончилось все это просто тем, что проработав в своей компании полтора года, фактически полтора года, просмотрев различного рода видеоблоги про жизнь за рубежом, в том числе и канал Силиконовая долина, я просто уволился со своей работы и уехал жить во Францию. Как оказалось, все дело в том, что мне просто очень нравится там вот эта заграничная жизнь, то, как люди живут, их истории и так далее. И на самом деле меня всегда к этому тянуло. И, собственно, я и ездил на все эти программы и путешествия в университете. И на самом деле просто, как оказалось, я искал одну из следующих своих возможностей уехать куда-то, попробовать что-то новое. Я знал, что существует такая программа в Европе, долгосрочная программа волонтерства, что можно уехать там, жить в Европу, скажем, да, тебе там все платят и так далее. Причем можно уехать жить там на целый год. То есть я, видимо, не решался все это сделать до определенного момента. Я просто понял, что у меня тоже есть какие-то нереализованные, скажем, мечты, которые я пожертвовал ради того, чтобы работать. И я понял, что на самом деле как бы вот сейчас самое время именно их реализовать. Фактически сейчас либо никогда. То есть именно к этому меня потолкнул канал Силиконовая долина. И с тех пор, ребят, как я уволился и уехал жить на год во Францию, уже прошел ровно год. То есть сегодня у нас как бы октябрь месяца уехал я в сентябре прошлого года. То есть прошел один год и один месяц и я уже вернулся обратно себе в страну, в Украину. И я прожил целый год в Европе, я прожил во Франции. Я очень много путешествовал и встретил невероятное количество людей со всего мира. Я выучил английский язык, я выучил, начал учить еще другие языки. Я получил просто невероятный колоссальный опыт. я осознавал, что в этом есть конкретная частичка вот именно человека, который ведет видеоблог. Он как бы в этом во всем участвовал в моем развитии. И это просто что-то такое невероятное, потому что понимаете, есть вот человек, который живет вообще на другом континенте, которого я никогда не видел, разница в возрасте между нами. как вот человек, который его даже в глаза вообще не видел, мог повлиять на мою жизнь. Оказывается, что это сделать можно. Самое интересное, что уже тогда, приняв решение тогда, где-то полтора года назад уехать, я понимал, что вот это настолько круто вот так вот просто влиять на людей в смысле позитивно, в позитивном плане, просто делиться своим каким-то опытом. И я тогда, уезжая на проект, я просто понял, что я вот тоже хочу как бы делиться своей информацией, потому что впереди меня ждет интересный год, интересная программа, и я завел просто свой, я не знаю, блог, завел себе сайт и начал там что-то писать и так далее, но потом вообще-то случилось что-то такое невероятное, когда я помню за два дня до вылета, то есть буквально у меня самолет уже во Францию, там, ну, буквально завтра-послезавтра, и я увольнялся, уходил с работы, я приводил просто свой рабочий стол в порядок, оставляя как бы его сотруднику, который придет после меня, и я просто помню, что я был в браузере, я начал закрывать все вот эти, удалять все свои закладки, на которых было куча, куча видеоблогов разных, в том числе и был канал Силиконовая Долина, в тот момент я так осознал четко и конкретно, блин, так какие вообще проблемы, почему бы, почему бы мне не начать снимать видео, то есть, это такая вообще нереальная какая-то была авантюра, и в тот же день я помню, что я заказал себе какой-то, я заказал себе смартфон, который, ну, которого есть более-менее хоть какая-то там камера, на которую можно снимать, и на следующий день лета, я забрал этот смартфон и снял свое первое видео в аэропорту, и оно даже оказалось там вертикальным, и, в общем-то, с тех пор я начал ввести свой канал на ютубе, на котором я начал просто вот делиться, как это делает Михаил, какой-то полезной информацией, да, то есть для людей, с тех пор, ребят, то есть вообще, что интересно, многие люди просто начали мне в свою очередь писать благодарность, потому что кто-то уехал в свою очередь тоже на какой-то волонтерский проект, кто-то поехал путешествовать и так далее, и вот я хочу заметить очень интересную вещь, это очень-очень важно, важно понимать, что есть некая цепная реакция, есть какая-то просто цепочка зависимости, да, то есть, ну, представьте, то есть человек, скажем, есть Михаил, да, канал Силиконовая долина, вот он просто поделился своей информацией, он сделал это просто из чувства добра, да, скажу, он просто делится своим опытом, этот опыт, в свою очередь, находит какой-то человек, который в этом опыте нуждается, этот опыт помогает ему, человек, которому помог этот опыт, в свою очередь, понимает, что если кто-то помог ему, то и он должен помочь кому-то, и таким образом он начинает транслировать, скажем, свою какую-то волну, свой опыт тоже в мир, да, скажем, в интернет, и потом как бы приходит человек, который тоже нуждается уже в твоем опыте, и он потом пишет тебе благодарность, и этот человек, который нуждался в твоем опыте, тоже начинает делиться своим опытом, и таким образом, это просто что-то такое невероятное, знаете, есть такая идея, называется заплати другому, это фильм американский, кто не смотрел, обязательно посмотрите, идея заключается в том, чтобы я помогу тебе, если ты поможешь трем человеком следующим, да, то есть это просто, ну, это реально работает, и это меня очень сильно вдохновляет, вот это вот моя история, и я хотел бы просто подчеркнуть, да, вот особо хотел бы подчеркнуть вот эту вот философскую ее часть, скорее всего, потому что это чрезвычайно важно делиться чем-то хорошим, делиться с собой, проявлять себя каким-то образом, да, то есть потому что мы все зависим друг от друга, можно даже сказать, мы одно, одно целое, и сегодня, несмотря на то, что я вернулся обратно, как бы, себе в страну, во мне до сих пор, как бы, вот это вот чувство, оно осталось, того, что у меня ждет еще что-то впереди, и можно сказать даже, что, наверное, я готов для Америки, ребят, так что вот так вот оказал на меня влияние канал Силиконовая Долина, и в частности, Михаил, поэтому я бы очень-очень сильно хотел бы поблагодарить этот канал, и конкретно Михаила за тот вклад, который он делает, потому что это чрезвычайно важно, и чрезвычайно полезно, я думаю, что этому есть доказательства, ну, просто какое-то уже невероятное количество людей, которым помог этот канал. Ребят, голосуйте за это видео, там, я не знаю, как будет проходить конкурс, но тем не менее, как бы, я бы хотел получить те самые призы, книжку Михаила и большой американский флаг. Все, ребят, всем счастливо, всем пока.